Раиса Кладова пришла на ревакцинацию не в поликлинику, а в один из соседних домов. Прививочный пункт в автозаводском районе Тольятти организовали на базе ТОС в рамках акции «Здоровый двор, здоровый дом». Процедура такая же, как в медицинском учреждении. Врач проводит осмотр, измеряет давление, уровень кислорода в крови. Если нет противопоказаний, можно делать укол. По словам жителей, такой формат гораздо удобнее и многих мотивирует привиться. Замечательно, что сейчас сделали здесь, внутри квартала, не ходить никуда не надо. Нам это очень помогает. Всем, видите, здесь люди приходят, всем удобно и хорошо. Благодарю за это. Я очень довольна, потому что я живу в этом доме, и в поликлинику ходить просто, я так считаю, что там много больных. Здесь-то все-таки как-то поменьше, наверное. Мы, конечно, не думали, что столько народу. Мы думали, раз и пришли, вакцинировались, и все. Ну, хорошо, что так много людей, что все пришли, все хотят, чтобы быть тоже здоровыми. В Тольятти, как и по всей стране, растет заболеваемость, вызванная новым штаммом коронавируса омикроном. Вакцинация по-прежнему остается самой надежной защитой. Что пугает, это большое количество детей. На сегодняшний день в пятой городской клинической больнице открыто 60 детских койк, и по большому счету практически все они заняты. Единственное, что все дети находятся в состоянии средней тяжести и в удовлетворительном состоянии. Но, к сожалению, со взрослыми, если говорить про взрослых, что, к сожалению, болеют и также болеют тяжело, попадают в реанимацию. И вот опять же мы приходим к тому, что люди вакцинированные по статистике, они болеют легкой степенью. Это заканчивается все амбулаторным лечением, они выздоравливают и продолжают жить. Я прошу отнестись с гражданской позицией к этому мероприятию, потому что пандемия никуда сама по себе не исчезнет. Пока мы не выработаем достаточный коллективный иммунитет, мы ее не победим. Будьте здоровы! В пункте вакцинации на базе ТОСа в наличии есть все вакцины, в том числе однокомпонентный спутник «Лайт», который пользуется большой популярностью у жителей, которые проходят ревакцинацию. Также во временном прививочном пункте можно привиться и от гриппа. Светлана Кудрявцева, События.